Привет, друзья! Прощание с Ириной Антоновой прошло в Государственном музее изобразительных искусств в имени Пушкина. Мероприятие посетили многие выдающиеся деятели культуры, включая Константина Эрнста, Евгения Миронова, Владимира Мединского. Ирина Антонова – русская легенда в мире искусства. Долгие десятилетия она возглавляла Пушкинский музей, совершая каждодневный вклад в развитие любимого дела. Знакомила людей с шедеврами мировых мастеров. Учила видеть и понимать прекрасное. Из-за бушующей пандемии церемонию прощания с Ириной Александровой посетили далеко не все, восхищающиеся ее талантом. Но те, кто непосредственно работал и общался с выдающимся искусствоведом, конечно, пришли и отдали ей дань памяти. Одним из первых в музей имени Пушкина приехал Константин Эрнст. Генеральный директор Первого канала возложил букет красных роз. Я родился в год, когда она возглавила музей. Для меня она была всегда. Она гений этого места. Она трансформировала в значительной степени российскую музейную школу в мировой контекст. Поделился эмоциями продюсер. Актёр Евгений Миронов также признался, что всегда восхищался талантом Антоновой и ее преданностью делу. Ирина Александровна умудрялась организовывать выставки лучших художников мира даже в Советском Союзе в условиях железного занавеса. У нее были знакомые в каждом авторитетном музее мира, что, несомненно, помогало в работе. Также церемонию прощания посетили спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыткой, вице-премьер Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова, помощник президента Владимир Мединский. Все они хорошо знали и уважали знаменитого президента Пушкинского музея. Церемония прощания проходила в закрытом режиме. Все друзья Антоновой пришли в Пушкинский музей в масках и соблюдали социальную дистанцию, чтобы минимизировать риск заражения. Похороны Ирины Александровны состоятся 4 декабря на Новодевичьем кладбище. Антонову похоронят рядом с мамой и мужем. Ирина Антонова – академик Российской академии художеств, лауреат двух государственных премий Российской Федерации за 1995 и 2017 годы. Полный кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством и участница Великой Отечественной войны. Ее имя вошло в историю мирового искусства как имя сторонника и вдохновителя диалога культур, просветителя с энциклопедическими знаниями и безупречным художественным вкусом. Вклад Антоновой в развитие музея можно смело назвать бесценным. ГМИИ первым в СССР организовал масштабные экспозиции Леже Матисса Шагала. В 1980 году там были представлены работы Уорхола, Раушенберга-Лихтенштейна, Джаспера Джонса. Сама Ирина Александровна организовывала такие масштабные международные выставки, как Москва-Париж, Москва-Берлин, Россия-Италия, Модельяни, Пикассо и другие. Субтитры создавал DimaTorzok